28opt.ru Крупнейший интернет-магазин тату-оборудования в России Всем привет! Вы смотрите Дневник Тату и с вами Влад. Как вы поняли, это последний выпуск Дневник Тату в этом году, поэтому всех с наступающим Новым Годом! Ну а сегодня мы снова поговорим о самых распространенных татуировках. Поехали! Хочу вам сказать, что сам выпуск меня просто вынудили снять в комментарии, которые вы оставляли под прошлым видео на эту тему. И каждый в них старался добавить еще пару-тройку татуировок, которые я не назвал, поэтому мне их лучше осветить. Так что это топ-10 самых распространенных татуировок по версии подписчиков канала Дневник Тату. Все, что было прислано, я попытался рассортировать, и вот что из этого вышло. На десятое место нашего списка попало сразу несколько татуировок, которые встречаются достаточно часто, но не так часто, как следующие татуировки в этом списке. Итак, это различные обереги, дракон, японский карп, космос, маяки, змеи, орлы, лисы и ласточки. Да, эти татуировки действительно очень часто встречаются, и если вы хотите чего-то свеженького, то это не для вас. Девятое место это иероглифы. Да, все вы их видели, и многие из вас скажут, что их нужно было ставить на первое место, но это не так. Иероглифы были в тренде около 10 лет назад, и сейчас их действительно реже увидишь. Нет, люди, которые их носили, не повымирали. Дело в том, что они просто их забили сверху чем-то свежим, например, крыльями. Восьмое место. Крылья. Данную татуировку очень часто можно увидеть или на груди, или на спине. На груди чаще всего это крылья орла, а на спине крылья ангела. Седьмое место. Лес на предплечье. Эту татуировку по-любому каждый из вас хоть один раз видел или на своем знакомом, или на незнакомом человеке, или даже прямо на себе. С одной стороны, да, за шквар очень много народу ходят с этим мрачным силуэтом леса, на руке или ноге, или где-нибудь еще. Но с другой стороны, данный эскиз, а точнее идея, может иметь невероятное количество различных построений композиции. От такого и до такого. Поэтому тут скорее не сама татуировка является штампом, как ее идея. Так что придумывайте себе свой личный лес и бейте. Шестое место. Олень или олень из зегермейстера, как его называют. Ну что ж, это правда. Действительно очень многие набивают себе изображение оленя. Есть несколько эскизов, которые распространились в соцсетях и много кому приглянулись. В этом, собственно, и есть проблема крутых эскизов. Они много кому нравятся, поэтому их можно много на ком увидеть. Нет, конечно же, не выход бить себе ущербные татуировки, чтобы они никому не нравились и за вами не повторяли. Просто придумывайте себе своего оленя, да, допустим. Или же просите мастера, чтобы он его вам придумал. Либо кого-нибудь еще из друзей художников. А если вам какой-нибудь человек или даже тату-мастер говорит, что на данную тему у него в голове просто нет идей. Да, даже у меня иногда бывает в обществе кризис, и я просто не могу удовлетворить желание клиента касательно какого-то эскиза. В такой ситуации я вам советую просто искать дальше, потому что кто ищет, тот найдет. На пятое место одновременно попали волк, тигр, лев и пантера. Сейчас я имею в виду именно их изображение на плече. Видимо, потому что там зачастую достаточно места, чтобы их изобразить и не исказить особо их морду. Большинство этих татуировок выполнено в реализме, и найти два одинаковых варианта очень сложно. Поэтому мы просто констатировали факт и двигаемся дальше. Четвертое место. Ловец снов. Ну, нравится людям индейские талисманы и, собственно, сами индейцы. Их культура так загадочна, так необычна и в итоге трагична, что некоторые хотят увековечить на себе частичку этой культуры. А кто-то действительно верит, что если набить на своем теле то, что должно, по сути, висеть у тебя над кроватью, то талисман будет работать. Я лично не знаю, где истина, и лишь могу сказать, что данная татуировка встречается достаточно часто. Но тройка лидеров еще впереди. На третье место по популярности попала очень. Я бы даже сказал, сверхпопулярная татуировка. Ее буквально бьет себе почти каждый четвертый человек. Ее бьют в разных стилях, на разных местах, но суть такова. Очень много людей бьют себе сову. Почему сову, спросите вы? Скорее всего потому, что испокон веков значение совы было очень положительное. Сова всегда олицетворяла мудрость, различные положительные эмоции, считалась оберегом, а также надежной защитой. В общем, как вы поняли, сова это достаточно позитивная татуировка. Однако, если вы хотите бить себе татуировку только для того, чтобы выделяться из толпы, то не стоит этого делать. Второе место череп. Согласитесь, не так уж и много людей считает череп мертвого человека или зверя эстетически привлекательным. Но сама тема смерти и всего, что ее окружает, является загадочной. А загадки уже вызывают интерес. Именно этот факт, как мне кажется, и есть ключ к разгадке. Я об этом не особо задумывался, но у меня у самого три татуировки с изображением черепов. Но я из тех людей, которые все-таки считают черепа эстетически приемлемыми. Так, че б себе набить. Вообще, где нету, кошмар. Так. Да не, хрень какая-то. Даже у бабки моей есть татухи, я как лошад. Да, ребят, именно изображение розы является самой популярной и распространенной татуировкой. Именно роза попала на первое место нашего топа. Именно она украшает тела половины твоих знакомых. Именно роза является наиболее популярной как для парней, так и для девушек. Но в чем же причина? Давайте разберемся. Итак, на сегодняшний момент значение татуи розы является одним из самых разносторонних и глубоких. Роза – это символ любви, красоты, юности, святости и возрождения. Она воплощает в себе едва ли не все положительные черты и свойства. За исключением розы с шипами в местах не столь отдаленных, но это тема для другого разговора. Также, если не вникать в значение самой татуировки, да, для кого-то она вообще ничего не значит, просто посмотрите на сам цветок. И я готов поспорить, что каждая третья дама мечтает о тысяче и одной розе, подаренной ей любимым человеком. Все это, конечно, прекрасно, но если ты хочешь выделяться, то роза не для тебя. Спасибо, что посмотрели это видео, и как я и говорил в начале, это последнее видео в этом году. Но я не могу так просто вас бросить, и я буду вещать в свой инстаграм и в группу вконтакте. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Тем более, у меня конкурс связан с инстаграмом. Кто еще не участвовал, внизу есть ссылочка. Еще раз всех с наступающим Новым Годом. Ну а с вами был Влад. Увидимся. Бля, не дай бог там, сука, записал хуйню какую-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok